Тема открытия рынка земли Верховная Рада по сути парализована Заблокирована этим большим законопроектом Во втором чтении 4 тысячи правок Огромное количество из которых Это По сути Правки вашей фракции ОПЗЖ В парламенте Мы тут с редакцией изучили Очень много Ваши коллеги, депутаты Скажем так спамили Потому что одна и та же правка С изменением порядка слов Вносилась Ну вот например господином Волошиным Вот у меня конкретно есть Я хотел спросить зачем Для того чтобы оттянуть этот процесс И попробовать убедить слуг народа В том что они совершают ошибки Или какая то вот другая история в этом есть Давайте я расскажу сначала что было Во первых хронология была такова Три месяца назад появился законопроект Так называемого рынка земли На четырех страницах Причем я не шучу Это были четыре страницы По которым можно было сделать Все что угодно То есть продавая 200 тысяч гектаров В одни руки Открывая представительство Иностранной компании И скупая землю Никакой ответственности За дальнейшее использование земли Никакой защиты для тех Не говоря о том же Вообще что делать с государственной землей Которых от 4 до 10 миллионов гектаров По разным оценкам То есть стало ясно что Готовится колоссальная Политическая и финансовая афера И под этим видом В общем будет просто Продана иностранцам Земля Украины И дальше началась борьба Борьба проводилась с фермерами Которые поняли что у них отбирают землю Потому что у нас на самом деле 70% сельскохозяйственной продукции Производится фермерами У которых в аренде От 1000 до 10 тысяч гектаров земли Их примерно 100 тысяч в стране И вот они как раз создают рабочие места Они живут в селах Они поддерживают эти села А агрохолдинги Которые пролоббировали этот закон Они рабочие места не создают Они приехали Вахтовым методом посеяли Через полгода вахтовым методом убрали И села в общем-то остаются без рабочих мест Так вот Когда началась эта борьба То что вы называете спамом На самом деле Мы ведь ничего не придумали Мы собрали фермеры Скажите что надо Фермеры говорят Нам нужно несколько принципиальных вопросов 1, 2, 3, 4, 5 Нам нужно люди Которые не получили землю при распоевании Ну например взять Врача в селе Или учителя Которые тоже живут в селе Но которые оказались без земельных поев Проблема Проблема Дальнейшее использование земли Защита Использование ее по назначению Вот все вместе Это колоссальный пласт работы Это очень много тонкостей Что делать с землей Конезаводов Академия аграрных наук Мистерство обороны То есть вот это все 3000 правок Я не знаю что вы назвали там спамом Но они во многом касаются этих вещей Вот сегодня Фермеры ставят два принципиальных вопроса Первое Чтобы не было возможности Передачи права первоочередного выкупа От арендатора другому лицу А это значит что если допустим Холдинг сегодня в аренде У него 300 тысяч гектаров То дальше Если такое право будет Как сегодня в этом законе То он нанимает 50-60 физических лиц Им передает право выкупа Дает им деньги Они выкупают эту землю И обходят вот эту норму Которую мы добились Что максимум 10 тысяч гектаров В одни руки Да А второе Ну Но это очень важно Нет Конечно А второе должен быть переходный период Как во всей Европе От физических лиц Которые могут на первом этапе купить К юридическим лицам В Европе это было 5-7 лет А здесь хотят просто сразу Разрешить купить юридическим лицам Что придет к тому Что будет сконцентрировано Через банки Через кредиты Через залоги Земля у латифундистов Так называемая Иван Анатольевич А вот эти правки Которые предлагают Во-первых предлагает президент Он уже сам озвучивал Да И слуги народа теперь Это уменьшение с 210 тысяч До 10 тысяч Это не они предлагают Это мы добились Потому что сначала было 200 тысяч Но они согласились по сути Согласили Согласили Слава Богу Мы дальше хотим добиться И вот сегодня хотим Чтобы они одумались Потому что вот этот процесс Который сейчас идет Ведь каждый день Мажоритарщики Слух народа Они сталкиваются С своими избирателями И те им говорят Что вы делаете Вот мы хотим Чтобы был цивилизованный рынок Сделайте нам цивилизованный рынок Закон Проведите референдум Получите согласие людей Не ломайте общество Через колено И тогда принимайте Что может Есть еще одна опасность Которая гуляет по миру Я думаю вы слышали Коронавирус Мы только слышали Видел весь мир Это вообще К сожалению Новый Санжар Весь мир Да Увидел новые Санжары Наше украинское общество Которое идет И никак не придет в Европу Как вы считаете Это история с коронавирусом Это и с новым Даже так Не с коронавирусом А с новыми Санжарами Это наша ментальность Это уровень По-украински Обизнанности людей Или это полная ответственность Властей Которые по сути Не смогли правильно И четко коммуницировать С простым народом Не смогли донести нормальную информацию Об опасности вируса И о тех Кто летит В эти самые новые Санжары Вот где здесь Кто здесь виноват Я понимаю, что Крайних искать Это так не очень благодарно Но все же Ну конечно Проще всего Обвинить народ Что вот такой народ Вот как сейчас бывает Вот они Такие плохие Значит Не приняли соотечественников Значит И вот Плохой народ А на самом деле Ситуация На мой взгляд Глубже Потому что перед Номи с Санжарами Были протестные акции Во Львовской области Потом протесты В Тернопольской области Там же Даже молебен Они проводили Чтобы приехал И гимн пели Там что только они пели Да, пели Потом были новые Санжары Это безобразие Которое видел Ну вообще Это день национального позора И я считаю Что это убило Любой инвестиционный климат Который был в стране Еще надежды На что были На самом деле Я считаю Что основная причина В том Что Это тоталь Следствие Тотального Недоверия К власти Причем Надо быть объективным Это зародила Предыдущая власть Вот этой Глупой медреформой Теми Что убрали Врачей Ликвидировали Больницы Эта власть Продолжает Ту же политику Когда люди Не верят В то Что есть Нормальная медицина Что их могут защитить Что их могут как-то В общем Изолировать От возможной опасности И когда Еще очень важно Кто об этом говорит Ну например Если бы Выступил авторитетный медик Который пользуется Известностью в стране Ну скажем Академик Тодоров Который пересаживает органы Является Мировой Комаровский выступал Ну Комаровский уже потом выступил Вот если бы он Объяснил это все Человек Который пользуется доверием Который знает Что он Спасал людей И объяснил Что это такое Наверное Такого бы не произошло А что произошло Сегодняшняя власть Назначили Министром Здравоохранения Я не хочу Ее Обвинять Чем-то У нас была Исполняющая Объянность Супрун Которая Пронесла Много бед В стране Сегодня Очередная Руководитель Которая Никто не знает В стране У нее вообще нет Медицинского образования Вообще Она не пользуется Авторитетом Медицинской среде Ее не знают люди Ей не верят И поэтому Когда вот говорят Такие люди То естественно Люди пугаются И чем больше Они говорят Тем больше Народ понимает Что и хотят обмануть Людан